Сергей, а скажите, в этом противостоянии дипломаты и силовики в Беларуси, Лукашенко над схваткой? И как будут вести себя силовики, если непосредственно самому Лукашенко что-то будет угрожать со стороны России? Ну, понимаете, они это самое. Лукашенко не над схваткой. Лукашенко, с одной стороны, понимает, что только благодаря силовикам и силовикам он остался в власти. То есть, это видно, что он давно не выигрывает выборы, и в очередной раз это произошло в 2020 году. В 2020 году он тоже всегда был удивлен, потому что до этого, что в 2015, что в 2010 году, результаты были ничем не отличались от 2020 года. Но тогда народ спокойно принимал, и как-то никто не возмущался. И Лукашенко привык к этому, скажем так, что вот такой алгоритм должен быть. Даже представляете, его председатель избирательной комиссии, но вот абсолютно искренне у него было удивление. Вы представляете, они говорят, выборы хотели использовать для смены власти. Вот за это, видимо, в общем-то, полизаключенные должны, в общем-то, чувствовать свою вину, что они хотели выборы использовать для смены власти. То есть, силовики, я почему? Силовики, в общем-то, чувствуют и понимают, что, по сути, у нас, скажем так, военная хунта на сегодняшний день, просто которая возглавляется, в общем-то, какой-то цивильной администрацией. Лукашенко, да, пробует он, как-то играется. Вот сейчас вот в очередной раз вроде бы представители КГБ получили наибольший доступ до тела. То есть сейчас во всех ведомствах, в том числе и в МВД, будет это самое, например, зам у будущего министра. Внутренний дел, как планируется, это будет Карпенков, теперешний замминистра. Вот у него будет свой зам от КГБ, да. Ну и не только, в общем-то, в ведомствах силовых, но и в гражданских больших предприятиях, государственных, будут замы везде от КГБ, которые будут следить, как там правильный ли бюджет расходуется и в правильном ли направлении он идет. Говорить о том, что Лукашенко над, что он король в этой схеме, нет. Что-то, да, что-то он еще контролирует, скажем, но вот тоже КГБ вроде бы как бы так пытается как-то контролить ту же силу представляет служба безопасности президента, да, реальную силу. Но с другой стороны, поговаривает того же генерала Вальховича, который, в общем-то, открыто везде демонстрирует свою промосковскую позицию, он уже не способен. Более того, вот эти отряды, которые формирует теперешний замминистра внутренних дел Торпенков, он же командующий внутренними войсками, вот он формирует отряды из бывших ветеранов спецназа внутренних войск, плюс они их тщательно перемешивают с вагонировками. А для чего эти отряды формируются? А вот здесь вот вопрос. Я тоже удивлен, почему вот, собственно, белорусской КГБ, вроде бы, если бы оно поддерживает Лукашенко и лично преданно ему, почему она внимания не обращает на эти отряды? Либо оно уже ничего сделать не может. Я допускаю абсолютно такой вариант, потому что я говорю, вот этого генерала Вальховича Лукашенко уже не способен снять. Я не знаю, какими противовесами там Москва пользуется, но, в общем-то, при всем желании, похоже, что уже ничего не сработает. Поэтому, в общем-то, говорить о том, что Лукашенко на то никак не приходится. Он где-то лавирует между ними, где-то, в общем-то, какой-то баланс пытается выстроить, это да. А возвращаясь к этим кропенковским отрядам, смотрите, они вроде бы должны быть затачиваться, поскольку это внутренние войска, то есть это внутренний порядок, они должны вроде затачиваться на разгон демонстрации, там еще что-нибудь, какое-то противостояние с народом. То есть защита ближнего периметра, да, Лукашенко. А вот из них, на самом деле, идеология этих отрядов – это чистые штурмовики. Что не штурмовать готовятся, вот это будет сюрприз, по-моему, для многих. И вот мое личное понимание того, что Путин не ввел белорусские войска в Украину, только исходя из понимания, что белорусы не готовы к войне А, белорусы не готовы к войне с Украиной, тем более В. И Путин, имея агентуру на всех уровнях, он понимал, что тут одними с оградотрядами не войдешься, что, в общем-то, что белорусы будут переходить на сторону Украины вместе с техникой. Поэтому его это критически не устраивало. Именно это и есть основная причина не введения белорусской армии в войну против Украины. Не какая-то там позиция Лукашенко, по-моему, она Путину не очень важна. Так вот, смысл в том, что вот эти как раз кропенковские отряды – это вот я подозреваю, что если будет команда из Москвы, ввести их, например, в направлении Сулатского коридора куда-нибудь в Литву, то Лукашенко об этом узнает, но не то чтобы последним, но, в общем-то, из тех же телеграм-каналов, из которых и мы узнаем все остальные. Я надеюсь, ответил на вас вопрос. Надо игрой он или все-таки, ну вот, пытается хоть что-то склеивать? Ну, в продолжение уж этой темы, тогда спрошу у вас о тактическом ядерном оружии и о том, что якобы оно вот размещено на базе в 40 километрах от границ НАТО. Владеете ли вы информацией, действительно ли это тактическое ядерное оружие уже есть в полном объеме? Российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Действительно ли, таким вот образом, Путин сейчас будет шантажировать НАТО? Я, честно, сомневаюсь, что оно на белорусской территории вообще, как у Эльбор. Потому что, по-моему, это больше и ПСО, и реального подтверждения нет ни одного. Путин не доверяет Лукашенко? Да, да. Путин и его окружение, патрушек, не доверяют. Они считают, что если Лукашенко дать ядерную сброю, то еще неизвестно, кому он будет ей махать, эту ядерную дубину. Поэтому, если изначально Лукашенко, как ребенок, радовался, что вот сейчас ему вернут якобы то оружие, которое Беларусь передала, ну, вместе с Украиной после развала Советского Союза, когда мы передавали ядерный потенциал России, то он долго говорил об этом, и он был счастлив, он понимал, что и, ну, надеялся, что вот эта ядерная дубина поможет его семейке царствовать в Беларуси по корейскому сценарию. Но, в общем-то, Россия на это не пошла, а было жестко заявлено о том, что это не возврат старого, а, в общем-то, перемещения российского, и которым будет руководить Россия сама, без доступа Лукашенко к нему. И он после этого потерял всякий интерес. Сейчас, когда в Питере было по линии СНГ у них совещание, когда собирались все руководители республики СНГ, когда корреспонденты российские спрашивают Лукашенко, ну, как там, типа, ядерное оружие, что Лукашенко так потухшим этим самым взглядом и голосом демонстрирует, типа, ну, да, вот оно вот где-то в сентябре, там уже последнее завезено, ну, или в октябре. Ну, короче, короче, вы не волнуйтесь, все завезено, да, все уже лежит, там все в порядке, все замечательно. На самом деле нет ни одного подтверждения. Вот то, что публикуют на сегодняшний день, со ссылкой, опять же, на какие-то западные источники, о том, что оно находится на базе возле города Лиды белорусского, на самом деле это просто предположение, основанное на том, что Су-25 белорусские, которые, в общем-то, были модернизированы для возможности внесения и запуска вот этих как раз ядерных ракет, ядерного вооружения, они находятся, в общем-то, на вот в этом аэродроме города Лиды. То есть это все, больше никакого ни подтверждения, ничего нет. Все остальное, напомню, что при заключении, при подписании договоров между министром белорусским обороны Хрениным, помилея его такая, Хренин. И российский шойго, это самое, в общем-то, для белорусов стало таким неприятным шоком, что россияне даже не обсуждали вопрос белорусского предложения, что типа мы сами справимся, вы передайте нам, а мы тут сами справимся. Россияне железно сказали, в общем-то, мы возим свое оружие вместе с нашим воинским контингентом. И вот как раз по отсутствию этого воинского контингента можно, в общем-то, говорить о том, что все-таки ядерное оружие на Беларуси не появилось. И все, что мы слышим, это просто ипуск. Сергей, как относиться к информации, которую вот буквально 8 января опубликовал телеграм-канал «Белорусский Каюн»? Информация о том, что в Беларусь ввезено около 5 миллионов патронов из РФ. Это при том, что экспорт патронов из России запрещен сейчас. Вы знаете, можно по-разному относиться. Я высказывал предположения в том числе о том, что Россия планирует мобилизацию, большую мобилизацию, многочисленную. А Беларусь тут каким боком? А если мы вспомним, то сначала мобики проходили обучение на белорусских полигонах. То есть в России не хватало своих мощностей в этом плане. Поэтому нужно рассматривать, либо они все-таки наберут опять такое количество новобранцев, что им придется, собственно говоря, использовать не только свои площадки, но и белорусские. То есть здесь возможно для этого, потому что завезено в Могилевскую область. Во-вторых, вот из той информации, которую я имею из земли, но с белорусской, то на вкладах, например, по всей Гомельщине, близкой к Украине, то как раз и остались только патроны и максимум это самое, это минометные мины. Все, все остальное Россия выгребла под ноль. Здесь же настораживает, смотрите, что проходят учения железнодорожных этих войск. То есть их там по тревоге тоже подняли. Проверка, насколько они готовы принять, скажем так, большое количество шалонов. Ну откуда они могут быть еще идти в нашу сторону? Очевидно, только из России. Вот это настораживает то, что Россия может попробовать еще раз зайти с белорусской стороны. Но смотрите, здесь в первую очередь тогда мы должны с вами ожидать не появления войск, это, наверное, будет все-таки последним компонентом. В первую очередь нам должно, в общем-то, пойти массовый завоз именно расходников, расходников для артиллерии. Вот когда начнут завозиться миллионами снаряды, салибра, ну вот-вот, 55 и выше, вот тогда стоит задуматься о том, что Россия что-то задумала опять с белорусской территорией. А пока это все, ну, выглядит так. Ну, какие-то свои, в общем-то, протоколы, которые, ну вот, могу предполагать, что, да, вот-вот, патроны это все-таки для обучения мобиков. Либо это начинают, скажем так, ну, патроны-то тоже, как бы, маленькая копия снаряда, да? То есть начинают сочи от маленькой копия снаряда.